Спасение года Варламова, 45 сейвов Худобина и 15-я шайба Свечникова Российские хоккеисты провели ударный вечер в НХЛ. 20 декабря 2019 года, 13.52 Борислав Головин вратарь Айлендер Семен Варламов совершил сейв года и помог своей команде в серии булитов обыграть Бастон. Голкипер Далас и Антон Худобин отразил 45 бросков во встрече с Тампой. А нападающий Каролины Харикейнс Андрей Свечников забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне. RT рассказывает об успехах российских хоккеистов в отчетном игровом дне НХЛ. 27 сейвов Варламова и решающие спасения в серии булитов. Отчетный игровой день получился богатым на события для российских хоккеистов, но, пожалуй, главными действующими лицами стали вратари Семен Варламов и Антон Худобин. Первый помог Нью-Йорк Кайлендерс в серии булитов обыграть Бастон Брюинс. Уроженец Самары совершил 27 сейвов, один из которых был просто невероятным. Во втором периоде Варламов проявил чудеса реакции и вытащил шайбу из дальнего угла после щелчка Андерса Бьерка с убойной дистанции. Даже сам нападающий после игры назвал этот сейв отличным. А в серии булитов Семен еще и справился с броском Брэда Маршана и принес команде победу. Неудивительно, что именно российский голкипер был признан первой звездой матча, а главный тренер Айлендерс Барри Троц не скрывал своего восхищения от действий подопечного. Во втором периоде Варламов совершил классное спасение. Это было очень круто. Совершенно точно, это сейв года. После такого спасения мы получили определенный импульс, цитирует Троца пресс-служба НХЛ. Сам Семен скромно отметил, что команде важно было реабилитироваться перед болельщиками после восьми пропущенных шайб от Нашвила в предыдущем матче регулярного чемпионата. Два балла Радулова за результативность и вторая звезда Сергачев. Но еще более яркий вечер выдал вратарь Даллас и Антон Худобин, совершивший 45 сейвов в матче с Тампой Бэй. Однако это не помогло ему удостоиться хоть какой-нибудь номинации от НХЛ. Зато голкипер получил абсолютное признание со стороны партнеров. Например, автор победной шайбы Вавертай Металлер Сейген назвал Антона первой, второй и третьей звездой. Хорошо ли мы сегодня играли? Нет. Но в то же время мы смогли найти способ поддержать победу, что является самым важным. У Тампы было много опасных моментов, но именно за это я получаю зарплату. Я выполняю свою задачу, другие парни выполняют свою. Когда вы играете с настолько креативной командой, как Тампа, порой будут случаться такие матчи, цитирует Худобина. Dallas News При этом второй звездой назвали защитника Лайтнинг Михаила Сергачева, набравшего два балла за результативность, 1 плюс 1. Голами передачи отметился также форвард Далласа Александр Радулов. Именно он открыл счет уже на пятой минуте, реализовав большинство. Но хозяева ответили на это тремя своими шайбами. Тем не менее, Старс удалось сократить отставание в счете до минимума и за пять минут до конца основного времени сравнять счет. А в овертайме победу гостям принес Сегин, результативную передачу которому отдал как раз Радулов. В данном эпизоде не лучшим образом сыграл Андрей Васильевский. Он вообще провел не самый удачный матч и сумел отразить лишь 16 бросков из 20. Шайба Намесникова в меньшинстве и шестрой гол Анисимова. В другой встрече защитник от ТАВы Владислав Намесников сумел в меньшинстве поразить ворота Нашвила. В начале второго периода россиянин получил передачу от партнера, вошел в зону и со средней дистанции нанес бросок в дальний угол. Это помогло Синатор с повести в счете, а не задолго до второго перерыва отличился и другой российский легионер от ТАВы, Артем Анисимов. Этот гол стал для него уже шестым в сезоне. Однако все старания россиян не помогли Синаторсу одержать победу в основное время. Нашвил уступал, один к четырем, но не сдался и в заключительном периоде счет сравнял. Однако в овертайме Энтони Дюклер все же принес победу команд Дионисимова и Намесникова. Дебютный гол Воробьева и разгром от россиян. Удалось отличиться и российским хоккеистам Филадельфии Михаилу Воробьеву и Ивану Проворову. Флайерс неожиданно разгромили сражающиеся за попадание в зону плей-офф Бафала, 6 к 1, а отечественные легионеры приняли непосредственное участие в низвержении соперника, причем Воробьев открыл счет и отметился дебютной шайбой в сезоне. Правда, гол Михаила во многом получился курьезным. В середине первого периода он набросил шайбу на пятачок от правого борта, а соперник неудачно подставил клюшку и дезориентировал собственного вратаря. Проворов же реализовал большинство мощнейшим броском со средней дистанции. Достижение Свечникова и камбэк Колорадо не остался без баллов за результативность и один из лучших российских бомбардиров НХЛ текущего сезона – Андрей Свечников. Причем форвард своим точным броском помог Каролиню совершить впечатляющий камбэк в матче с Колорадо. Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в начале третьего хозяева вышли вперед. Однако за три минуты до финальной сирены Свечников счет сравнял, а затем Харрикейнс и вовсе вырвали победу. Для Андрея эта шайба стала уже 15-й в сезоне. В списке лучших снайперов он уступает лишь двум своим соотечественникам – Александру Овечкину, 21, и Артемию Панарину, 20. А в гонке бомбардиров Свечников – 36 баллов за результативность, догнал Никиту Кучерова и приблизился к Панарину, 43. Субтитры создавал DimaTorzok